Президент России Владимир Путин провел совещание в онлайн-режиме по поддержке автопрома. В нем приняли участие главы региона, в том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Совещание также прошло при участии руководителей российских автоконцернов, среди которых и глава Автоваза Ив Краказанец. В центре внимания состояние дел в отрасли, а также меры по поддержке автомобильной промышленности. Автопром должен стать одной из опорных отраслей в восстановлении экономики страны, заявил президент. Открывая совещание по поддержке автопрома, глава государства отметила, эпидемия коронавируса нарушила ритм экономической, деловой жизни и в России, и в других странах. Многие компании почти одномоментно оказались в очень жестких условиях. Резко сокращается спрос, в том числе на сложную высокотехнологичную продукцию. Последствия эпидемии ощущает и отечественный автопром. Я считаю важным сегодня вместе с вами, руководителями компании, представителями правительства, обсудить и определить конкретные параметры и направления поддержки автомобильной промышленности и всего автомобильного рынка. Добавлю, что ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики. Критерии включения автопредприятий в список системообразующих объективные и прозрачные. Выручка от 20 миллиардов рублей и численность от 1 тысячи человек. Убежден, что, как и строительный комплекс, автопром способен стать одним из базовых опорных секторов для восстановления всей экономики. Президент подчеркнул, что российская автомобильная промышленность – одна из самых крупных. В производстве автомобилей задействованы более 300 тысяч человек. Из-за пандемии коронавируса автопром, как и многие другие отрасли, оказался в непростой ситуации. Но у руководства страны есть серьезный опыт антикризисной поддержки предприятий автомобильной промышленности. А теперь, в целом, какие шаги, считаю, нужно реализовать уже в ближайшее время? Итак, первое. И вновь повторю. Необходимо обеспечить стабильную, ритмичную работу по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка. От производства автокомпонентов до розничных продаж автомобилей и их обслуживания. Я прошу правительства, коллег в регионах принимать выверенные, сбалансированные решения по продолжению или возобновлению работы организации. Естественно, с учетом всех требований безопасности, объективной оценки ситуации в конкретных регионах и муниципалитетах. Второе. Сейчас компании активно ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса. Это прежде всего использование современных электронных сервисов. Об этом тоже сегодня говорили. По выдаче банковских кредитов, дистанционной покупке жилья, в том числе на автомобильном рынке. Прошу правительства совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей. Об этом я тоже сегодня уже сказал. Третье. Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. У нас уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки. Имею в виду льготные программы автокредитования. Такие, как семейный автомобиль, здесь тоже коллеги сегодня об этом уже сказали, или первый автомобиль. Когда, например, молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10%. Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 миллиардов рублей. Кризисный период 2008-2009 годов по инициативе Владимира Путина также был принят целый комплекс решений, в том числе и по поддержке АвтоВАЗа. Эти меры позволили компании не только пройти сложный период, но и выйти на новый уровень развития. Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хотел бы вас поблагодарить за то внимание крупнейшему трудовому коллективу Самарской области, коллективу АвтоВАЗа, который вы оказываете на протяжении многих-многих лет. И фактически то, что завод сегодня существует, работает, развивается, конечно, это в первую очередь, Владимир Владимирович, благодаря вашей поддержке, которая в самый трудный период для предприятия была оказана. В совещании принял участие президент АвтоВАЗа Ив Харакадзанец. Сегодня автогигант – крупнейший, самый локализованный автопроизводитель России. Владимир Путин поздравил АвтоВАЗ с юбилеем выпуска первого автомобиля и пообещал приехать, когда будет снят особый режим, чтобы лично поздравить коллектив. Я со своей стороны хотел бы поздравить коллектив и ветеранов Волжского автомобильного завода с юбилейной даты. Действительно, полвека назад, это было 19 апреля 1970 года, с его конвейера сошёл первый автомобиль марки ВАЗ, вот та самая легендарная копейка, о которой президент компании вспомнил сегодня. Началась большая история нашего автомобильного гиганта. Я желаю сотрудникам АвтоВАЗа и его партнёрам успехов, всего вам самого доброго, здоровья, производственных успехов. И, конечно, постараюсь воспользоваться вашим приглашением, с удовольствием приеду на предприятие, как только это будет возможно. Дмитрий Азаров подчеркнул, крупнейший трудовой коллектив губернии необходимо поддержать. Предложение от Самарской области губернатор уже направил в адрес председателя правительства. Среди них добавить производство автомобилей и комплектующей в перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции. Значимость АвтоВАЗа для нашего региона крайне велика. 36 тысяч работников АвтоВАЗа, около 30 тысяч ещё работников на 200 смежных предприятиях, расположенных только на территории Самарской области. Понятно, что более 200 тысяч жителей региона непосредственно завязаны на деятельность автогиганта. Кроме этого, уважаемый Владимир Владимирович, я бы попросил рассмотреть возможность выделения средств на поддержку занятости работников АвтоВАЗа. Как это и было в те непростые годы, о которых вы вспоминали сегодня в своём выступлении. Владимир Путин отметил, что сложившаяся экономическая ситуация имеет свою специфику. Руководство страны это прекрасно понимает. Поэтому ведёт непрерывную разработку мер поддержки населения и бизнеса. А также...